...оптимальная тактика лечения раннего и местно распространенного твердооположительного рака молочной железы. Пожалуйста, Сергей Михайлович. Глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемые председатели, всем приятного аппетита. Сегодня тема моего доклада посвящена тактике лечения ХЕР-2-позитивного рака молочной железы. И можно сказать, что если в целом онкомомологи имеют в руках при лечении всех других форм рака лучевую терапию, хирургию, химиопрепараты, то при лечении этой болезни мы имеем еще в руках и мощные таргетные препараты. Давайте посчитаем, о каком количестве больных в год может идти речь у нас в России. В 2013 году раком молочной железы заболело 61 тысяча больных. Из них тысяча – это рак ин-ситу. Около 900 больных – это рак четвертой стадии. То, что подразумевает ранний, то есть первично-операбельный рак и местно распространенный рак – это первая, вторая и третья стадия. Недавно я узнал цифру, которая меня очень заинтересовала. Оказывается, у нас в России 78% вновь заболевших женщин имеют определенный ХЕР-2 статус. И если оценивать в целом по стране, то ХЕР-2 позитивные опухоли составляют 16%. Исходя из этих 16%, можно сказать, что в ближайшие годы мы будем ожидать ежегодно около 6 тысяч больных ранним раком молочной железы с ХЕР-2 позитивным статусом и 3 тысячи, около 3 тысяч больных местно распространенным ХЕР-2 положительным раком молочной железы. Вот это материалы онкологического центра, они достаточно старые, но они интересны тем, что здесь количественно оценена такая характеристика болезни, как системность. Под системностью можно понимать вероятность развития рецидива болезни за 10 лет в том случае, если больные не получают никакой системной терапии, только местное лечение, либо операция, либо сочетание операции с лучевой терапией. И этот показатель колеблется от 34% при раннем раке до 100% при раке третьей стадии у тех больных, у кого есть отеку кожи молочной железы. ХЕР-2 показатель достаточно недавно известен. Известно, что это фактор плохого прогноза и вероятность появления метастазов после операции примерно в 2-3 раза выше, чем у больных, у которых этого фактора нет. Необходимость системной терапии, конечно, истекает из того, что вероятность возврата болезни очень велика, и если есть в руках возможность сократить эту вероятность рецидива болезни, то нужно ее использовать. И вот самые общие представления, которые можно почерпнуть из одного из последних метаанализов Оксфордской группы, приведены сведения о том, что адъювантная химиотерапия по схеме Семеев снижает вероятность возврата болезни на 30%. Антроциклин, содержащие схемы примерно на такое же количество процентов снижают вероятность возврата болезни по сравнению с больными, которые не получали никакой системной терапии. В тех случаях, когда сравнивается эффективность химиотерапии с включающей антроциклины, с антроциклин, не содержащих чаще всего схема Семеев, то в тех случаях, когда доза доксорубицина или эпирубицина составляет необходимое количество, то преимущества антроциклин, содержащих схем, составляют 11%. Применение токсан, содержащих схем, дополнительно снижает вероятность рецидива даже в сравнении со схемами, содержащих антроциклины. Известно, что химиотерапия, включающая антроциклины, почти в два раза эффективнее, чем схема Семеев у больных с ХЕР-2 положительным раком молочной железы. Какова эффективность адеватной гормонотерапии? Ну вот я опять-таки ссылаюсь на данные метаанализа объединенной группы исследований раннего рака молочной железы. Как мы видим, применение тамоксифена в течение 5 лет при рецептор-позитивных опухолях во всех возрастных группах существенно снижает вероятность возврата болезни. Более современный вариант гормонотерапии тамоксифеном в течение 10 лет, он более эффективен, чем гормонотерапия в течение 5 лет. И ингибиторы ароматазы имеют преимущество в сравнении с 5-летним приемом тамоксифена во всех вариантах их использования. Либо в режиме монотерапии они имеют преимущество. Они имеют преимущество в тех случаях, когда мы имеем так называемое переключение на гормонотерапию ингибиторами ароматазы. И имеется существенное преимущество в тех случаях, когда используется так называемая продленная терапия, когда ингибиторы ароматазы применяются на вторые 5 лет после первых 5 лет применения тамоксифена. ХИР-2 статус это не только угроза системного рецидива болезни, но при ХИР-2 позитивных опухолях существенно повышается и вероятность местного рецидива в молочной железе после органосохраняющих операций. Это особенно касается тех случаев, или прежде всего касается тех случаев, когда не применяется тростозумаб в адьюанте. Применение герцептина или тростозумаба в качестве адьюантной терапии, включения его в адьюантную терапию, существенно снижает вероятность возврата болезни примерно в два раза. Здесь перечислены известные вам исследования ХИРа, потом международное исследование, затем два исследования Северной Америки. Здесь приведены данные метаанализа по применению адьюантного, применения тростозумаба в течение одного года. И видно, что его применение снижает риск рецидива болезни на 40% и снижает риск смерти от рака молочной железы на 34%. Системная терапия также снижает и вероятность возврата болезни в молочной железе после выполнения органосохраняющих операций. Таким эффектом обладает и тамоксифен, и химиотерапия, и тростозумаб. Конечно, это касается больных с гиперэкспрессией ХИР-2. Естественно, что существует возможность проведения неодьюантной терапии. Это касается больных ранним раком молочной железы. В тех случаях, когда мы хотим провести системную терапию перед операцией. Это является полной необходимостью в тех случаях, когда проводится лечение местно распространенного рака молочной железы. И здесь я привожу два замечательных рандомизированных исследования. Первый из них автор из MD Anderson Cancer Center, Аман Буздарт. Мы видим, что проведение химиотерапии последовательно, сначала токсанами, потом по схеме FEC, фарморубицин использовался в качестве антрациклина. Сравнивалась эффективность химиотерапии с тем вариантом лечения, когда к этой химиотерапии добавлялся еще и тростозумаб. И мы видим, что оценка приводится по частоте достижения полного морфологического регресса. В тех случаях, когда была просто химиотерапия, мы получали 25% полного морфологического регресса. В тех случаях, когда добавлялся и тростозумаб, больше чем в два раза повысилась частота достижения полных морфологических регрессов. Исследования, но храндомизированные, которые касались местно распространенного рака молочной железы, прежде всего и первично операбельного, в принципе, были получены сходные выводы. Применение тростозумаба в два раза повышало вероятность достижения полного морфологического регресса. В исследовании новых также прослежены и отдаленные результаты. И показано, что у больных, получавших тростозумаб, есть очень существенные преимущества и по показателю безрецидивной выживаемости. При пятилетней прослеженности оказалось, что все преимущества по безрецидивной выживаемости, они сохраняются, они очень существенны. Здесь данные очень большого метаанализа, который включал 12 тысяч пациенток. И здесь как бы в первую очередь проведен анализ того, что считать полным морфологическим эффектом. Какой вариант из того, что разные авторы описывают под полным морфологическим эффектом, несет наибольшую прогностическую информацию, в наибольшей степени влияет на предупреждение или на отсутствие рецидива болезней. Вот первый из этих вариантов. Там, где подразумевается полное отсутствие остаточной опухоли Т0 и отсутствие метастазов в лимфоузлах. Это первый вариант, так сказать, максималистский. Третий вариант. Здесь учитывается только полное отсутствие элементов опухоли или наличие рака инситу только. И совсем опускается информация о поражении или отсутствии поражения лимфоузлов. И промежуточный вариант, когда за полный патоморфоз принимается отсутствие элементов инвазивной опухоли в молочной железе, допустимо наличие компонента инситу, и обязательным компонентом является отсутствие метастазов в лимфатических узлах. Ну вот мы видим, что первые два варианта, они практически имеют одинаковую предсказательную силу. А в тех случаях, когда не учитывается наличие или отсутствие метастазов в лимфоузлах, здесь прогностический эффект существенно снижается. Поэтому было принято решение о том, что вот именно этот промежуточный вариант считать за полный морфологический эффект. И при тройном негативном фенотипе опухоли такой полный морфологический эффект снижает вероятность рецидива болезни получается на 76%. А у больных с хер-2 позитивной болезнью и при наличии продолженного лечения тростозумабом суммарно на протяжении года относительный риск возврата болезни составляет 0,15. То есть вероятность возврата болезни у этих пациентов снижается на 85%. Очень интересным является вопрос о том, в каких случаях и насколько безопасно можно сокращать объем операции. В частности, то исследование, о котором мы уже говорили, исследование новых, там, где были опухоли хер-2 позитивные, пациенты получали очень эффективное лечение перед операцией. Оно включало три линии химиотерапии, сочетающиеся с тростозумабом. И лечение было настолько эффективно, что достаточно часто удавалось выполнять органосохраняющие операции. Причем в пяти случаях описана органосохраняющая операция при у больных с исходной отечной инфильтративной формой болезни. Мы видим, что при длительности прослеженности три года ни у кого из них не наступило местного рецидива болезни. А вот какие еще могут быть результаты, как описывается вот этот вот очень интересный момент относительно возможности органосохраняющих операций при раке молочной железы, например, третьей стадии после эффективного системного лечения. Вот достаточно большой опыт МД Андерсон-канцерцентра, но здесь они исключали отечно-инфильтративную форму болезни. Здесь показаны кривые, кривые бессобытийной выживаемости у больных с различным показателем Т. Т1, Т2, Т3, Т4. Ну, если не было отека кожи, значит, этот критерий Т4, он, видимо, включал либо врастание в грудную стенку исходное, либо прорастание кожи. Как мы видим, здесь и Т1, и Т2, и Т3, и Т4, эти исходные критерии, они статистически значимо не различаются. Дальше вероятность местно-регионарного рецидива, она немножко повышается у тех больных, у которых остаточная опухоль была больше 2 см. И здесь наихудшие результаты имеют те больные, у кого при морфологическом исследовании вокруг остаточной опухоли наблюдали лимфовоскулярную инвазию. Вероятность возврата болезни местно-регионарного рецидива, точнее говоря, за 10 лет достигает почти что 30%. Также относительно хуже местные результаты у пациенток, у которых обнаружена мультифокальная опухоль при морфологическом исследовании. Еще есть исследования, которые исходят из Сеула. У них было 250 больных рака молочной железы второй стадии и третьей стадии. Все были больные с поражением лимфоузлов, они получали химиотерапию, и пациенты с эффектом от лечения им проводилась органсохраняющая операция. В последующем оценивался фактор риска. Оказывается, что те пациенты, у которых степень поражения регионарных лимфоузлов характеризовалась как Н3, имели примерно вероятность местного регионарного рецидива примерно в 4 раза большую, чем у пациентов, у которых исходно это было Н2. Больные, имеющие третью стадию, они имели риск развития рецидива в молочной железе в 9 раз выше по сравнению с теми, у кого был рак молочной железы второй стадии. Как, на мой взгляд, должен, может выполняться объем операции на молочной железе после эффективной системной терапии? Основной критерий, на мой взгляд, это исходный статус. Если есть признаки отека кожи или сателлиты внутрикожные, то есть признаки поражения лимфатической системы молочной железы, этим больным слишком опасно делать оконсохраняющую операцию, им слишком опасно делать кожу, сохраняющую астектомию, им достаточно опасно вообще ограничивать объемы сечения кожи. В том случае, если нет признаков поражения кожи, то таким пациентам после эффективной системной терапии вполне возможно выполнение, например, кожесохраняющей мастектомии в тех случаях, когда есть элементы мультицентричности или внутриорганные метастазы или значительные внутрипротоковые компоненты. В тех случаях, когда исходно не было отека кожи, не было сателлитов, не было мультицентричности, не было внутриорганных метастазов и значительного внутрипротокового компонента после эффективной системной терапии вполне можно выполнять таким пациентам органосохраняющую операцию. Ну, это вот типы операций, которые могут выполняться. Органосохраняющая операция, та, которая в Америке называлась парциальная мастектомия, в Италии это квадрантектомия, у нас это называется радикальная резекция, моноблочная, широкая операция, широкая клиновидная резекция. Лампектомия – это идеальная операция, на мой взгляд, наиболее щадящая, простая и имеющая приличный косметический результат. В тех случаях, когда опухоль локализуется как-то очень неудобно, например, вот здесь она локализовалась в центральном отделе правой молочной железы с врастанием в протоке, приходится делать онкопластическую операцию. Даже после химиотерапии, исходная это была Т3Н2 болезнь, после химиотерапии удалось сделать онкопластическую операцию, используя метод Гризотти при воссоздании формы молочной железы. Дальше может быть другой вариант онкопластической резекции, еще один вариант онкопластической резекции. В тех случаях, когда есть признаки распространенного внутрепротокового компонента, в данном случае, кошесохраняющая мастектомия с реконструкцией имплантом, это больная раком молочной железы отечно-инфильтративной формой истиной. Здесь она уже после химиотерапии с хорошим эффектом. Ей была произведена радикальная мастектомия с сохранением грудных мышц. Как мы видим, это было тотальное удаление кожи молочной железы, затем одномоментная реконструкция трем-лоскутом молочной железы, далее она получила лучевую терапию, редукционную пластику правой молочной железы, пластику сосково-оролярного комплекса. И все-таки вопрос относительно тактики. Какая же должна быть, например, какая последовательность выполнения операции системной терапии? Понятно, что при местно распространенном раке молочной железы этот вопрос уже решен, поскольку больных с местно распространенным раком необходимо сначала лечить, а потом оперировать. А вот при раннем раке, когда они первично операбельные, известные исследования были произведены и в Северной Америке, и в ИОРТСИ в свое время, и было показано, что неодевантная химиотерапия не влияет на безрецидивную выживаемость и общую выживаемость. Она по эффекту равна адевантной терапии. То есть, собственно говоря, у нас с вами на этот счет руки развязаны, мы можем делать и так, и эдак, в зависимости от других входящих моментов. Какие преимущества, например, при проведении предоперационной или неодевантной терапии? Чаще могут быть выполнены органы, сохраняющие операции. Это, конечно, очень актуально. Далее, теоретически, можно после предоперационной химиотерапии оценить остаточную опухоль, посмотреть, какие у нее появились, какие ее характеристики, возможно, изменился статус каких-то рецепторов, и можно модифицировать адевантную терапию. Вот по нашему опыту в онкоцентре получается так, что если больным делают первичную реконструкцию с использованием имплантов и в адевантном периоде проводят химиотерапию, то вероятность отторжения имплантов составляет около 17%. Естественно, если мы эту химиотерапию проведем перед операцией, то заживление раны будет гораздо в более выгодных условиях, и мы можем избежать вот такого высокого риска потери импланта и потери, соответственно, эстетического результата. Но могут быть и неуспехи, или тактические ошибки при проведении предоперационной или неодевантной терапии. В частности, можно получить на фоне терапии прогрессирование опухоли, и болезнь тогда может стать вообще иноперабельной. Такая вероятность есть, и при самых высоких, высокоэффективных режимах лечения, она может достигать 2-3-5%. Но с другой стороны, наверное, мы все можем с вами примерно сказать таким образом, что это те больные, которые были бы, у которых и адъювантная системная терапия была бы неэффективна. Таким образом, если положить на весы преимущества и недостатки неоадъювантной терапии, на мой взгляд, конечно, неодъювантная терапия существенно перетягивает, и она более удобна для проведения лечения больных. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Нет времени на вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok